Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк сервис Алиэкспресс с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет дорогие друзья. И это выпуск о недорогих смартфонах. Как всегда я беру тройку смартфонов недорогих. И сообщаю вам, где их можно купить. В магазине Black Peak. Это довольно известный магазин. Работает уже давно, заказов немерено. Ссылки кстати на товар есть в описании. И сейчас бегло пробежимся по техническим характеристикам этих аппаратиков. И первый аппарат у нас HomeTom HT3 Pro. Стоимость этого аппарата 79,99. Ну в общем 80 долларов. И 84 доллара. А технические характеристики у аппарата такие. Сейчас мы тут глянем, где тут у нас технические характеристики. Итак, у него 2.5D стекло. Что в принципе неплохо для такой ценовой категории. 5-дюймовый HD дисплей с разрешением 1280 на 720 пикселей. 3000 мА батарейка. Процессор у него MTK6735 Quad-Core. Также он поддерживает LTE, 2 гигабайта оперативной памяти и 16 встроенной. Задняя камера 8 мегапикселей. Так, фронтальная камера на 13 мегапикселей. Так, что здесь у нас еще? Еще камера программного засечения 5 мегапикселей. Ага. Так, а, то есть простите. Это задняя камера на 13 мегапикселей, фронтальная на 8 мегапикселей. Это, конечно же, все интерполяция. Вот. Так, Android стоит здесь 5.1. Могли бы уже 6 поставить. Есть GPS, Bluetooth и мультиязычная прошивка. Так, GPU у нас Mali 720 стоит. Так, ну это мы уже все видели. Вот у нас здесь 4G-сети. Поддерживает банды 800, 1800, 200 и 2600. Так, что у нас еще здесь? Датчики есть, сила тяжести, датчик освещения, приближение и удаление есть. Что здесь? Вот такие у нас картиночки. Вот так вот он выглядит. Здесь у нас поверхность, кстати, такая, как типа подметал сделана. Вот. Цветовые решения у нас здесь немного. Аж одно. Вот в сером цвете у нас. А, подожди, два. Серебро и черное. Вот, извиняюсь. Вот так вот. Так, 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 так. Вот так вот стоит он вот эта вот комплектация аж 80 баксов. А если добавить еще кейсфлип, то 84 доллара. Ну, 84 баксов. В принципе, нормально. Так что вот такой вот телефончик. И следующий у нас телефончик. Следующий у нас телефончик. Аукл Тел К4000 Про. Это тоже 5-дюймовый телефончик. Вот у него характеристики. Так, 2,5D стекло также. 5-дюймовый экран с HD разрешением. И аж 4,600 мА батарея. Ну, очень неплохо. А стоит он у нас получается 80 баксов. То есть он в ту же цену, но батарея у него больше. Что, в принципе, очень неплохо даже. 2 гигабайта оперативно-16 встроенный. Камера на 5 мегапикселей. Задняя у нас на 8 мегапикселей. Также по ходу интерполяция. Так, Android здесь 5.1 также стоит. GPS, Bluetooth. Здесь мультиязычная прошивочка. GPU Mali-720 стоит. Так, что здесь еще у нас. Так, поддерживает карту памяти. Батарейка, конечно, хорошая. 4,600. Также 4G. Поддержка у нас здесь есть. Группа Bente 1, 3, 7 и 20. Так, вот так вот он у нас выглядит на картиночках. Где у нас тут живые картиночки? Так, так, так. Ага, вот у нас тут задник, получается, под кожу сделан. Ну, мне это решение, конечно, не очень нравится. Но, в принципе, на цвет и вкус товарищей нет. То есть на вкус и цвет товарищей нет. Вот так вот. А так, в принципе, выглядит неплохо. Вот такой вот у нас телефончик. Так, а что у нас здесь по заказам? Заказ у нас 211, здесь 279 голосов. 175 положительных отзывов у него. Очень даже неплохо. И третий телефончик у нас Home Tom HT7 Pro. Это 5,5-дюймовый телефончик. Стоит у нас от 80 до 90 долларов. Здесь 256 заказов на него и 267 голосов. 180 положительных отзывов. Негатива вообще нету почти. Вот только 3 звезды, 4 человека поставили. Ну, там, мало ли, кто там чем недоволен. Может, кому-то там чехольчик не положили, он уже там пищит. 3 звезды поставлю. Ну, да ладно. Так, а рейтинг у него общий 4,9. Так, а по характеристикам у нас здесь чего? Так, 5,5-дюймовый HD-дисплей. Разрешение 1280 на 720, 3000 мА батарейка. Процессор МТК6735, 64-битный. Quad-core с частотой 1 ГГц, 2 ГБ оперативный и 16 встроенный. Задняя камера 8 Мп и фронтальная на 2 Мп. Так, здесь у нас Android 5.1 стоит. GPS, Bluetooth, также мультиязычная прошивка. GPU у нас здесь Mali 400 стоит уже. Так, что здесь еще такого? 4G сети поддерживает. 800, 1800, 200 и 2600. Так, так, так. Так, ну, телефончик выглядит тоже неплохо. В принципе, довольно так нормально выглядит. Не сказать бы, что супер-пупер там. Ну, конечно, вот эти вот клавиши управления так необычно выглядят. Стрелочки тут всякие. Так, что у нас задничек? Задничек у нас также здесь выполнен. Типа под металл, но на самом деле крышечка пластиковая. У него такие скругленные края здесь есть. И здесь по бокам тоже скругленные. Вот у нас. О, а вот это вот вообще круто. Здесь отдельный слот под microSD и под две сим-карты. Это очень хорошо. Потому что можно без всяких гибридных слотов юзать сразу две симки и ставить еще карту памяти. Это, конечно, очень удобно. Так, поддерживает 5 точек касания. И 22700 баллов в Antutu набираю. Что, в принципе, характерно для этого процессора. Вот такие вот у нас аппаратики, ребята. Так, по заказам я уже здесь сказал. Все 180 положительных отзывов. 256 заказов. Так что, кому интересно, смотрите ссылки в описании. Переходите, заказывайте. Всем спасибо. Пока. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok